Я поняла, что это безумие надо возглавить. А каков процент практики на обучении сомелье? Сколько пробует сомелье, не пробует, наверное, никто. Это пино-нуары, это савиньон-блан, когда нам сомелье открывает, или, ну, неважно, официанты открывают нам бутылку, всегда попросить и понюхать пробку. Вот так надо делать, да? Да, таким образом мы нагнетаем давление в бутылке. Это придумали как раз гусары в подвалах в Давыклико. В нашей программе не говорим об алкоголе, содержащих напитках, но есть такая профессия сомелье. И сегодня представитель этой загадочной профессии у нас в студии, поэтому всё-таки какой-то градус в нашей программе сегодня будет. Итак, представляю Веру Земскову сомелье. Здравствуйте. Здравствуйте. Вера, профессия сомелье. Это вообще про что? На самом деле это про правильный подбор вин к блюдам, про красивую подачу, про получение удовольствия от напитка, а не от потребления алкоголя, не от количества, а прежде всего от качества. И, наверное, это признак разумного потребления. А что умеет сомелье и в чём заключается его профессионализм? Он знает различные страны, различные сорта, знает, что для чего, как подходит хорошо, умеет красиво это подать. Это в общем понимании. То есть это человек, который, в принципе, работает в ресторане. Но, конечно же, эта профессия, она немножечко более общая, потому что я, например, сомелье фрилансер, я не работаю в ресторане, но я работаю в разных винотеках. Я прихожу туда и помогаю людям получить удовольствие. Сомелье по вызову, скажем так, нет? Это ужасная фраза. Это как муж на час, это сомелье на час. Ну вот интересно, Вера, вы всегда с детства мечтали быть сомелье, или как вообще вы пришли в эту профессию? Нет, просто мой муж, который не из Молдовы, он захотел попробовать все вины Молдовы, я поняла, что это безумие надо возглавить. У вас диплом двух стран, сомелье. Это каких, почему и зачем? Я действительно, у меня есть диплом сомелье Молдовы, я член гильдии сомелье Молдовы. Это было мое первое образование. Потом я пошла учиться в Эстонии. То есть четыре месяца я училась в Эстонии. И сейчас у меня получение образования в английской школе международной. Но это уже на международный диплом. Ну вот если вспомнить, как мы получаем права на машину, то есть какая-то теория, есть какая-то практика. Каков процент практики на обучении сомелье? Очень, естественно, он очень большой. Так сказать, мы обязательно читаем и пробуем, читаем и пробуем, узнаем и пробуем, сколько пробует сомелье, не пробует, наверное, никто. Но я хочу сказать, что это та учеба, которую не хочется прогуливать. Вот говорят, сапожник без сапог, а вот как сомелье. Есть какая-то поговорка, сомелье он без чего? Я даже не знаю, без чего. Не знаю, без тормозов. Без похмелья. Вот знаете, хороший сомелье, он без похмелья. Да, это вот сейчас отличное, на самом деле, размышление фразы. Что, Вера, всегда при вас? Всегда при мне бокал. Чемодан. Всегда бокал, либо несколько бокалов, если я не знаю, какие вина будут, либо у меня будет чехол на один бокал, но специальный бокал. А можно посмотреть, что там хранится? Да, у меня здесь бокалы для разных вин, потому что этот бокал для... А я думала, для золотой рыбки аквариум. То есть по размеру как бы так. Ну, размер примерно такой. А не отличаются бокалы для красного и бокалы для белого? Я более того скажу, бокалы разных сортов, потому что это Каберне Савиньон, Мерло, например. Следующий. Да, это Савиньон Блан, то есть он такой тоненький, поэтому, чтобы кислотность не очень чувствовалась. Это Пино Нуары. И поэтому есть, конечно, универсальный, который я подобрала, который хорошо идёт для всех трёх, но самый идеальный, конечно, это каждый для своего сорта. Вот, если я не знаю, что будет, тогда я беру вот этот. Ух ты, это прям бутон розы. Ну, мне лично он так напоминает. Почти, почти, да. Причём это профессиональный, он ресторанный, поэтому он очень крепкий, его трудно разбить. Не будем проверять. Да, я тоже подумала, тьфу-тьфу, чтобы сглазить. Хотела сказать, у нас сегодня игристое. И вы пришли с игристым, это квинтовское, да? Насколько я понимаю, почему вы выбрали именно это игристое? Потому что оно сделано традиционным методом. Традиционный метод — это метод шампинуаса, собственно говоря, как делают в шампании. Это самый основной метод. То есть это прям шампанское? Да, которое сделано не в шампании. Которое не называется шампании. Да, которое сделано у нас. А всё остальное, всё точно так же, даже сорт винограда точно такой же. И такая бутылка, она имеет очень большое количество давления внутри. То есть там 6 атмосфер внутри. Это больше, чем в автомобиле. Ну, в колесе автомобиля. Ну, друзья, мы сегодня попросили нашу гостью показать нам Сабраж. Это нечто, действие, мне кажется, похуже. Так только гусары могут поступать и сомили. На самом деле это придумали как раз гусары в подвалах вдовыкликов. То есть я практически угадала. Они не знали, как открыть игристо. Так точно. Они заскакивали, когда русские взяли Париж. Они заехали в том числе и в Реймс. Они заехали в подвалах прямо на лошадях. И они, естественно, знали уже подвалы вдовыкликов. Они приехали туда, они прискакали туда, чтобы праздновать свою победу. Они просто хватали вот так бутылки и саблей открывали. Ну, у нас есть набор мини-сабликов. На самом деле не только сабля для этого подходит. Для этого подходит достаточно... Вот у меня, например, вот такой вот, как карточка... Банковская. Очень такая металлическая. Да, да, да. Может, какой-то платинум подойдет тоже. Скажите, вот сейчас нужно писать внизу экрана, а просим не повторять этот эксперимент, опыт. Я не знаю, что это. Я, на самом деле, нет... Это опасно? Это может быть опасно, если сделать это, во-первых, неправильно. Поэтому, пожалуйста, нужно быть аккуратным, когда ты повторяешь это. Во-вторых, знать основные правила. И желательно одевать защитные очки с перчатками. Я по возможности... Только Саша у нас в защитных очках сегодня. Я бы не назвал их защитными, но пусть. Ну, по возможности, да, потому что, если вдруг есть какой-то дефект в бутылке, иногда вот он случается, то бутылку может не вперед... Разнести. А вот в бока, да, ее может разнести. Будем прятать бокалы на всякие пожары? Да нет. Окей, все. А профессионал знает, что делать. Но я сейчас основное все-таки расскажу. Значит, первое, что мы делаем, это мы поднимаем вот эту вот проволочку в мюзле на этап выше. Мы снимаем полностью фольгу. То есть мы уже подготовили с вами. Бутылка должна быть чем холоднее, тем лучше. Вот. Конечно, не надо, чтобы было внутри лед, но она должна быть максимальной. Но на 20 минут в морозилку положить можно. Из холодильника в морозилку, скорее. Вот так вот. Из холодильника в морозилку на 20 минут можно положить. Значит, потом мы находим здесь такой шовчик. Вот. И на самом деле наша задача не отрубить горлышко. А что? Мы не отрубаем, а мы помогаем вот этой штучке отделиться. Вот. Если вы используете нож для этого. То есть мы ее подталкиваем, мы ее не рубим, не режем, а подталкиваем. Чтобы не отрубить уже скучно стало. Мы помогаем давлению, давлению, соответственно, для нас отработать. Вот так надо делать, да? Да. Таким образом мы нагнетаем давление в бутылке. Ну, вообще, раз уж единственное, ваша железная вот эта штучка, увы, друзья, не помогла. Но это было красиво, действительно. Я уж прям представила, как это было во Франции. Мы прервемся буквально на секунду. Надо все-таки прибраться после такого действия. И заодно, друзья, прямо сейчас мы с вами посмотрим сюжет. А на очереди у нас змеи в Зверополисе новые. Вера, что мы сделали не так, что ваша карта с цепью и с горлышком отлетела? Ну, нужно было просто больше придержать карту. В данном случае, да, то есть лучше придержать цепь, потому что вылетела с достаточно высокой скоростью. Я бы сказала, что чуть-чуть больше нужно было охладить. И иногда в бутылках разнится давление, что, может быть, чуть-чуть маловато давление было. Но, в принципе, я бы думала, что, наверное, чуть-чуть похолоднее должна была бы быть бутылка. Но, в целом, у нас ничего страшного не произошло. У нас все красиво. У нас все прекрасно. У нас не разорвалась бутылка в руках. В бок ничего не пошло. Вышло достаточно большое количество пены. Поэтому, если какие-то осколки вдруг были, то они не вносятся вместе с пеной. Поэтому, на самом деле, этого вполне достаточно для того, чтобы пить, наслаждаться и удивлять всех. Из каких бокалов пьем игристое? Говорят, что игристое нужно пить из шампанок. Это такие широкие бокалы. На самом деле, это неправда. Хотя это очень красивая легенда, почему из них пили. Потому что король Генрих, какой там, 4-й, 8-й, я все время путаюсь. У него была жена, Мария Антуанетта, которая очень любила шампанское. И значит, что бокалы сделаны по форме ее груди. Но, на самом деле, не очень хорошо из них пить, из них очень красиво. Но, с точки зрения ароматики, мы не почувствуем. Вот эти бокалы, они специальным образом созданы Риделем в прошлом веке. Собственно говоря, эти бокалы, они, собственно, из Австрии, с завода Ридель. И здесь специальным образом поднимается ароматика. И тогда вы чувствуете аромат совсем другой. То есть вы хотите сказать, что бокал должен быть таким, чтобы аромат собрался, и вот прям был ярче и насыщеннее. И доставить вам прямо в нос. Вот у вас в коллекции 200 бокалов совершенно разных. Для чего? Что вы с ними делаете? Ну, некоторые, конечно, у меня повторяются для того, чтобы мы могли и компанией пить. Если что, разбить на счастье. Не надо. Никаких разбить на счастье. Нет, они просто под разные сорта. Они для разных видов вина. Они разных видов. У кого-то есть цветная ножка, у кого-то нет цветной ножки. Кто-то с такими рифлениями, а кто-то нет. Вера, коллекция полная или надо еще прикупить? Всегда, мне кажется. Ну, конечно, всегда выходит новая. То есть есть возможность ее расширить? Да, но у меня коллекция, начиная с бокалов именно Риделя австрийских, начиная с 92-го года. Конечно, там наши, как это, в сервантах у нас лежат бокалы богемского стекла. Я хочу сказать, что, к сожалению... Рядом с сервизом Мадонна? Я говорю, что, к сожалению, мы не можем их для вина использовать, потому что бокалы, которые идут вот такой вот формы, конусообразной, которые раньше использовали и скорее вот их украшали, они, к сожалению, не передадут вам вино. И вы просто будете, не передадут ароматику, вы просто будете пить вино. Да, вы не будете наслаждаться, к сожалению, процессом. Саша, будь любезен, передай мне хоть один, какой-нибудь. Кстати, какой из них лучше? Вы сказали, что этот лучше. Мы с вами пьем Пино Нуар, поэтому я бы посоветовала этот. А, большой все-таки. Несмотря на то, что это розе, несмотря на то, что это шампанское, сорт вина Пино Нуар. Поэтому это лучшее решение. Обычно с мелье вертят вот так бокал, да, и крутят вино, для того, чтобы шампанское, игристое, нужно? Ну, вот так. Ну, игристое под вопросиком, потому что, да, как раз выходит перляж. Смотрите, для начала, как мы держим бокал, да? То есть мы никогда не держим вот так, потому что так мы держим только коньяки, когда мы их греем. Вот, поэтому бокал мы держим за ножку. Мой авторский метод – это когда я беру вот так вот в прищепочку и вот здесь, и он у меня очень стабильно в руке находится. Когда я делаю вот такое вот вращение, то я могу, конечно, оценить плотность вина, но в данном случае это игристое его вращать не очень хорошо. Но тихие вина вращать обязательно, потому что, когда мы вращаем, оно насыщается кислородом, тогда происходит соединение молекул аромата, соответственно, с кислородом, и происходит вот это вот выделение. То есть, по сути, у нас с вами духи в бокале. Но вот по поводу ароматов, парфюмерия считается, чтобы перебить аромат одного, одних духов на другие, нужны кофейные зерна. Есть какой-то такой лайфхак? Для обновления вкуса. Отличный вопрос, я тоже задумывалась этим вопросом, поскольку мы, как сомелье, например, пьем очень большое количество вин, и нам, конечно же, надо как-то сделать вот этот вот ресет. Да, самого себя, своего носа. Я специально пошла учиться на парфюмера чуть-чуть совсем для того, чтобы понять, как вот это все делать. И самое первое, что я спросила, как мне обнулить свой нос? И парфюмеры рекомендуют делать так, нюхать свою руку, естественно, без парфюмов, да, то есть без посторонних запахов. То есть аромат своей кожи делает обнуление носа. Никакого кофе, ни в коем случае, никогда, ни в каких, ни в парфюмах, ни в вине. Это ужасно. Вы просто забьете себе все рецепторы. А что касается шоколад к игристому или там сыры к вину, что вы об этих сочетаниях скажете? Вот, собственно говоря, сомелье в том числе и знает о том, что с чем можно, что с чем нельзя. Вот шоколад с игристым вином нет, потому что белый вина с шоколадом нет. Нет, шоколад отлично сочетается с красными бочковыми винами. Вот попробуйте с каким-то хорошим, выдержанным, таким бордоским купажем. Очень вкусно шоколадные торты. В том числе, там, например, портвейн. Ну, не которые три семерки, конечно, да, а настоящий портвейн. С шоколадом это считается, что они вот просто созданы друг для друга. А такие, допустим, шампанские вина и вина игристые шикарно сочетаются с чипсами. Вот тираж. Каким образом? Всегда считала, что чипсы и пила — это идеальная парочка. Международный день сочетания шампанского и чипсов. Он в январе празднуется, потому что этот пейринг, вот его открыли относительно недавно. Жирность чипсов прекрасно сочетается с кислотностью, не путаем с кислотой, но с кислотностью вина в бокале в данном случае. И тогда получается нейтрализация. То есть мы запиваем жирную картошку фри или чипсы, и таким образом... Вы говорите, какие-то крамольные вещи. Чипсы, картошка фри и игристая. А оказывается, это идеальная парочка. И реально вкусно. Это очень вкусно. Обязательно рекомендую попробовать. Интересно, Молдавия всегда считалась таким краем вина. Кто-то еще так думает, кроме молдаван? На самом деле, статистически прямо выведено о том, что Молдавия — это самая винная страна в мире. То есть даже не Италия, не Франция. То есть, конечно, что с точки зрения поставления на мировой рынок, то есть у нас первая Франция, вторая Италия. И я хочу сказать, что Молдова, конечно же, она не может с ними соперничать по количеству. Но я хочу сказать, что сейчас уже может соперничать по качеству. Потому что наше виноделие растет стремительно вверх. Завоевывает огромное количество медалей. Вот абсолютно не стыдно, я вам скажу. Те вина, которые вот здесь мы делаем, привозить в другие страны, я даже их даю на слепых дегустациях, когда я даю секретные вина и прошу других людей разгадывать. И вот они пробуют, и они такие, боже, что это такое, что это такое прекрасное. Они там думают, что это какие-то высшие вины. Это французская 1592 года. То есть молдавские, мне кажется, очень ароматные. Высшие какие-то, да, что это какие-то супер-пупер вина. А я потом показываю, говорю, это вот наша молдавская. Вера, у вас наверняка есть коллекция вина. Есть? Конечно. И какие страны заслужили быть в ней? Вина каких стран? Я очень люблю необычные страны. Я очень люблю редкие всякие истории про вина. У меня очень много Хорватии. Я эксперт ещё по хорватским винам. Я очень люблю хорватские вина. Как это ни странно, я вчера, например, в нашей винотеке здесь, в Тирасполе, нашла хорватское вино. Тоже это достаточно редкая история. Я очень люблю Кипр. Потому что на Кипре, например, делается самое старое вино в мире. Это командария. Она делается только там. Слушайте, ну много ещё разных. Я, например, могу в Турцию поехать. У меня муж радостно говорит о том, что наконец-то мы едем в страну, где нет своего вина. Потому что он знает, что я человек, который сразу по винодельням поедет. Я говорю, как мало ты знаешь от Турции. Потому что в Турции на самом деле есть. Тоже на ней есть. Слушайте, а вот зачем Сомелье нюхает пробку от винной бутылки? Для чего это нужно? Как это выпил, закусил. На самом деле пробка говорит нам о возможном дефекте вина. Когда мы нюхаем пробку, то есть когда нам Сомелье открывает, или, ну, неважно, официант открывает нам бутылку, всегда попросите понюхать пробку. Потому что если она вдруг имеет запах мокрого картона, такого, знаете, неприятного подвала, то это вино испорчено. Это не значит, что винодел плохо сделал. Просто дело в том, что на натуральной пробке есть, иногда встречаются бактерии, которые, к сожалению, делают дефект вина. Плохо влияют на вино. Да. Это нужно для того, чтобы не получилось так, что вы пьёте вино, а потом говорите о том, что оно было плохое. Оно не плохое, просто это дефект, ну, как бы, который случается. Ваш цвет волос. Вот такой какой-то винный с переливами. Скажите, это из-за того, что вы Сомелье, или это из-за каких-то других соображений, из-за каких-то других соображений. Всё сложилось, всё само сложилось. То есть что было сначала, цвет или профессия? Цвет. То есть не обязательно красить волосы, если ты Сомелье. Нет, наоборот, чтобы стать хорошим Сомелье, первое, что можно сделать, это покрасить волосы. На самом деле есть некий этикет Сомелье, что ты не должен носить кольца, например. Ну, не мальчикам, конечно, девочкам. Что цвет волос должен быть только естественный. Маникюр не должен быть яркий. То есть вы нарушаете все правила? Ну, почти, да. С маникюром всё хорошо. С маникюром вот единственное, что… Попали в струю. Да-да-да. Я в этом смысле очень рада, что я Сомелье на фрилансе. Меня скорее приглашают для того, чтобы я рассказывала, чем я работаю в ресторане, потому что там пришлось бы очень сильно соответствовать дресс-коду. Если приглашают на дегустацию, как вот на неё подготовиться? Что необходимо делать? Ой, какой прекрасный вопрос. Спасибо вам за него, потому что очень часто люди приходят неподготовленные. И что это значит? Если вы что-то перекусите до этого, это будет неплохо. Главное, чтобы это была такая не резкая, не острая, не контрастная еда. Это первое. Я же это правило. Второе, пожалуйста, никогда не наносите на себя парфюм, потому что… Так как наша задача – это почувствовать парфюм в бокале, то мы будем чувствовать соседа, который даже цветы, которые стоят на столе, влияют на вкус вина, а уж сосед… Тем более. Солдспайсом. Да-да. О, да, точно. Будет очень сильно чувствоваться. Поэтому никакого парфюма. Немножечко поесть до этого. Обычно на дегустациях что-то всё-таки предлагают, какие-то закуски. В крайнем случае, обычно, если это ресторан, можете что-то себе подзаказать. На голодный желудок не стоит пить. Во время дегустации обязательно пить воду. Вода – это обязательно, потому что у нас во время питья происходит обезвоживание. И если мы не хотим себе навредить, если мы хотим с утра проснуться с хорошей головой, а не с больной, обязательно пить воду. И для девочек, я бы сказала, что нужно убирать помаду, потому что остаются некрасивые следы на бокале. Это неэстетично просто. Простые правила, но почему-то о них редко кто задумывается. Спасибо, что были с нами. И напоследок поделитесь своим любимым тостом. Давайте. А мы зарисуемся потом в компании. Главное, чтобы дегустация не превратилась в пьянку. Окей. Да будет так. Что ж, спасибо огромное, что были с нами. Надеемся, не в последний раз. Скажу до новых встреч. До свидания.